Как известно, у католиков главный праздник – это Рождество. Готовиться к нему они начинают еще в начале декабря, с наступлением Адвента, предрождественского периода. Это очень напоминает период калядок у православных. Кто-то собирается в кругу семьи, а кто-то идет калядовать. У немцев есть такая поговорка – «De bjöze leute lieben keine Lieder, zingen keine Lieder». То есть злые люди никогда не поют песен, а у нас этот принцип преобладает. Крымские татары празднуют Йил-Гаджи-Си в день зимнего солнцестояния. Караимы и евреи встречают Новый год еще в сентябре. Представители каждой национальности отмечают свои зимние праздники. Как у нас в народе принято – это праздник зимнего солнцестояния. Другим народам показываем и городу, показываем свои традиции, свои обычаи. И если летоисчисление у многих народов отличается, а значит и наступление Нового года празднуется всеми по-разному, то у марийцев есть аналог Рождества. У нас кроме этого есть еще, как Рождество, шуракьол называется. В переводе – «Овечья нога». Почему так мы не знаем? Если у нас по вере, это издревле уже появилось у марийского народа. Если хороший хозяин зайдет в хлеб, возьмет за ножку овечку, то будет приплод. Представители культурных сообществ Севастополя провели традиционный вечер, объединивший разные народности. Действительно, всенародное застолье сопровождалось песнями и танцами всех национальностей. Ну а какой-то из них без настоящего грузинского тоста. Может, грузина какой-то особенность есть в том, что, когда мы сидим за столом, мы без тоста не выпиваем. А с переводом, если можно? Я, вот сказал, накануне Нового года, хотел всех пожелать, поздравить с Новым годом, пожелать крепкого здоровья, праздничного хорошего настроения, взаимопонимания. Самое главное, и чтобы мы так вот дружно каждый год мы собирались. Всенародное новогоднее застолье в Севастополе стало уже традиционным. Представители всех национальностей чтят и хранят свои традиции. А собираясь вместе, они привносят разнообразие в жизни своей и других городских общин. Михаил Журавский, Денис Александрович, Севинформбюро.